Духа – это непереводимый термин. Внешний мир не может удовлетворить некое наше ментальное желание. Мы никак не можем избавиться от него. Будда, несмотря на то, что был принцем, не смог найти средства удовлетворения этой психической жажды. Мы жаждем вечного. И Гаутама не мог найти вечное во дворце, несмотря на то, что не был ограничен в средствах. Но, как утверждает Упанишада, вечное не может быть найдено среди невечных феноменов этого мира. И Гаутама начал искать, изменив вектор. Вспомните притчу о насредине, которую я рассказывал в предыдущей книге, когда он ищет потерянные в темном подвале ключи не там, а в саду, на солнце. Потому что искать при свете дня легче. Это и есть наша ошибка. Неверный вектор поиска. Во внешних феноменах, приходящих, эфемерных, не вечных, а не тьям, невозможно найти то, что жаждут наши души. Ибо то, чего мы так сильно желаем, должно обладать атрибутом вечности. Вот как смотрят буддисты на эту проблему. И извиняюсь за своеобразную терминологию, но она соответствует буддийской даршане. Первое. Материальный мир есть зло. И жизнь в материальном мире представляет из себя сплошное страдание и мучение. То есть Духху. Рождение есть страдание. Старение есть страдание. Болезнь есть страдание. Смерть есть страдание. Горе и печаль. Боль и скорбь есть страдание. Сосуществование с неприятным есть страдание. Разлука с любимым есть страдание. Неисполнение желаний есть страдание. Одним словом, все составляющее материальную жизнь есть по сути страдания. Второе. Причина страдания в том, что человек окутан, поражен невежеством, а видьей майей. А оно в свою очередь вызывает в уме человека страстные желания, кама-тришна, являющиеся иллюзорными, и сильнейшее стремление к удовлетворению этих бешеных желаний и страстей. А это влечет за собой совершение массы кармических действий, порождающих очередные импульсы неудовлетворенности. Поэтому человек запутывается в сетях страданий. Будда говорил, не попадайтесь на приманку эфемерных наслаждений этого мира, ибо страдание неизбежно. Третье. Те счастливые и мудрые люди, кто смогут преодолеть невежество и освободиться от желаний, станут неподвластны циклу мучительных перерождений в сансаре. Четвертое. Путь к просветлению и окончательному прекращению страдания заключается в тщательном и серьезном исполнении своей духовной практики, садханы, исследовании наставления гуру и писаний, в аскетическом обуздании ума, речи и тела. Йогическая садхана. Вивека, Вайрагья. Шесть совершенств. Шама, Дама и прочее. И горячее стремление к освобождению у мухшутва от сансары. Это просто несколько видоизмененная формулировка благородного восьмеричного пути. И путь буддистов, и йога, и санхи, все эти даршаны стремятся побороть эту дугху, освободить психику от страдания. Санхи-йога не пессимистическая даршана. Вместо дугхи она старается изменить ментальность на сухху, на наслаждение космическим аттракционом. Она не стремится к небытию, а стремится к иному бытию, блаженству, игре, лила, развлечению, кридо. Этот момент вы должны понять правильно. В этом отличие санхи-йоги от буддистского взгляда, делающего акцент лишь на избавление от дугхи. Пока мы молоды, то еще можем закрывать глаза на эту дугху, не видеть ее. Но постепенно череда смертей близких и друзей не оставляет камня на камне от нашего жизнелюбия и оптимизма. И миф о потустороннем мире рая не удовлетворяет. Вообще, эта сказочная теория о вечности воздаяния не выдерживает никакой критики. Как милостивый бог может допустить вечное страдание души? Никто, ни один злодей не заслуживает вечных мук. Йогическая модель более логична. Райские локи, реальность и адские. Душа постоянно переходит из одной локи в другую, согласно своей карме. То в мир воздаяния, то в райских гущих. Истратив накопленную карму, виртуальный капитал, опурву, душа возвращается на средний уровень существования. Условно назовем его человеческим планом. Это и есть образ сансары. Душа меняется согласно инграмным записям, отпечаткам прошлых поступков. Если человек живет страстями, агрессией, то он реинкарнирует в более грубый мир, в реальность, где все низменно, удовлетворение грубы и приземлены, где много подобной ей души. И наоборот. Душа, живущая согласно дхарме, закону, этике, вере, возвращается в тонкий мир, где удовольствия он тончины, и вокруг подобные ей души. Но. Ничто, родившееся, не может не умереть. Даже дэвы и полубоги имеют предел существования, после чего их благая карма исчерпывается, и они снова рождаются в человеческой реальности. Говоря о человеческой, я не подразумеваю лишь нашу планету Земля. Я говорю о мире, локе, реальности, где условия подобны нашим. В писаниях йоги, да и в других святых книгах, человеческое состояние объявлено наивысшим. Библия, Тора, Коран, они тоже в мифологической форме утверждают, что человека Господь создал по своему подобию и объявил ангелам о его превосходстве. Как нужно понимать этот миф? В человеческом бытие соотношение между страданиями и наслаждением идеально для конечного освобождения. Только мы ощущаем боль в той степени, чтобы пожелать выйти из круговорота сансары, и только мы можем осуществить это. Вырваться из оков кармы, причинно-следственного закона. Боги – это Девы, существа с огромной аккумулированной благой кармой. Они имеют иные тела, более тонкие, наслаждаются на ином уровне интенсивности. У них слишком хорошая карма. Иными словами, их сновидение слишком приятно, и они вряд ли захотят проснуться. А демоны – их карма слишком тяжелая. Они просто не могут вырваться. Так сильно Майя пленила эти души. И Девы – полубоги. И демоны должны исчерпать свою карму. Вернуться в среднее состояние уравновешенности гун. Я бы посоветовал на досуге прочесть фантастический рассказ Эра Желазны «Бог Света». Там автор крайне удачно рисует образы этих Дев и Ракшасов. Иной формы жизни. Более энергетической. Менее связанной с грубой материей. Поэтому жизнь богов длиной в тысячелетия. Наверное, тут мы должны сделать паузу. И я должен ответить на ваш ментальный вопрос. Правда ли все это? Существуют ли эти ментальные, сознательные силы, обладающие могуществом? Арийская мысль рисует удивительную картину. Отличную от греческой. Только арийская мысль ставит знак равенства между человеком и богами. Греческая мысль, а значит и вся западная, отдаляет человека от богов. Боги на недосягаемой высоте Олимпа. Они лишь зрят жизнь людей. Словно спектакли. Кому-то боги помогают, кому-то наоборот, отравляют существование. Йога уникальна. Ибо Индра, Праджапати и прочие полубоги – это не личности, а некие ступени могущества. И любая душа с помощью йоги, достигшая этой ступени, становится новым Индрой или новым Праджапати. Шанс есть. Все зависит от вас. Можете стать Зевсом. Граммовержец Индра параллелен Зевсу. Или остановиться на любой другой ступени могущества. Обо всем этом мы говорили в комментариях на Йога Сутра, где я перечислил четыре разных этапа могущества, достигаемого Вивекой, йогической медитацией, проявленных в четырех разных видах депов. А депт йоги или санхи, совершенствуясь в различающем постижении, достигает этих стадий и становится одним из этих полубогов. И йогу еще называют пессимистическим учением. Какой пессимизм? Нет учения более удивительного и оптимистического. Нас всех ожидает божественность. Всех без исключения. Разница лишь во времени. Йога – способ быстро возвыситься по эволюционной лестнице. Но даже без йоги, без санхи, рано или поздно каждая душа вспомнит свою истинную природу, сбросит цепи неведения и достигнет свободы от обусловленности. Йога предлагает два пути. Один – к божественности. Через топаз и контроль праны адепт становится одним из депов, может править собственной мини-вселенной. Другой – к нирване, свободе от сновидения, от прокрития. Став на первый путь, ученик как бы старается не проснуться, а править сновидением. Дева – это существо, имеющее собственную мини-вселенную. Красиво рисует такие личные вселенные Лукьяненко в линии грез. Можете отдохнуть чтением этой книги. Я специально советую ту или иную книгу. Кроме упражнений, исполнения ямы и не ямы, у вас возникает проблема досуга. Вы должны чем-то заполнить периоды между упражнениями и работой. Как отдыхать? В писаниях йоги затронута и эта тема. Адепту не запрещается ничего, что свободно от Раджаса и Тамаса. Вы можете отдыхать, читая, смотря фильмы и т.д. Постарайтесь читать фантастику, мистику, нечто полностью оторванное от реальной жизни. Если вы будете читать жестокие детективы или сексуальные романы, вам будет трудно придерживаться запретов ямы. Отдыхая? Постарайтесь контактировать с феноменами, содержащих мало Раджаса и Тамаса. Не обжорством, не игрой в казино и не охотой нужно наполнять периоды между чтением сакральных книг и медитациями. Но отвлеченная фантастика или книжка вроде «Трое в лодке, не считая собаки» Джерома ничем не помешает вашей садхане, а работы Акутгавы или Гёса даже помогут. Остерегайтесь накапливать Раджаса и Тамаса. Какую гуну вы накопите, тем существом и станете. Санхи-йога утверждает, что рождение происходит с преобладанием той или иной гуны. Сатва или чистое, благое качество дает рождение в божественных, возвышенных реальностях или локах. Раджас в мире похожим на наш. А Тамас в адских, грубых локах, или условиях полуживотного существования, наподобие племен, которые можно встретить в чьих джунглях. Сам человеческий план – понятие условное. Ребенок, рожденный коллегой, в африканской деревушке с рахитным вздувшимся животом и мошкарой вокруг глаз. Меня постоянно терзает этот образ, увиденный по телевизору. Ведь нельзя сказать, что этот ребенок живет в той же реальности, в которой живет сын нефтяного магната. Это два разных мира. Из-за различной кармы эти две души смотрят совершенно разные сны, разные постановки. Одному лишь страдать, второму лишь получать удовольствие. Но, как говорил Лао Цзи, не будь уродства, не существовало бы понятия красоты. Чтобы страдать, душа должна иногда чувствовать некий импульс удовольствия, иначе страдание станет постоянным и потеряет свою остроту. Душа привыкнет. Так же и с удовольствием. Ребенок шейха иногда должен скучать, чувствовать боль, заболеть, нервничать, чтобы удовольствие не стало привычным и не потеряло вкус. Так устроена природа. Каждая душа, согласно психологии и метафизике Санхи-йоги, пожинает плоды собственной деятельности, кармы. Один должен пострадать, другой наслаждаться. Это и есть сансара. Санхи-йога рисует именно такую модель мира. Перевоплощение из одной реальности в иную, из ада в рай. Оттуда в человеческое бытие. И снова рай, и снова в ад. Так, из инкарнации в инкарнацию, словно ковши водочерпального колеса, поднимающиеся и опускающиеся в воду, блуждает душа в сансаре. Написано в Упанишадах. «Много жизней у меня, и у тебя. Разница в том, что я помню свои, а ты нет», — говорит учитель ученику в ГИДе. Реинкарнация. Метемпсихоз. Но если инкарнация — реальность, то почему не сохраняется память об этом? Поразмыслим обо всем этом. Каждый из нас рождается с определенными предрасположенностями. И не всегда их можно объяснить генетикой. Почему некоторые дети могут музицировать в пять лет, писать сложные произведения? Или как происходит то, что в обычной семье двухлетний ребенок может решать задачи из высшей математики? Сам видел. По телевизору показывали такого вунда ребенка. Два года. А двухзначные числа может умножать в уме. Быстрее, чем взрослые на вычислительной машинке. Это можно объяснить только теорией реинкарнации. В тело ребенка воплотилась душа, бывшая исключительным математиком в прошлых жизнях. Тогда почему мы не помним прошлые жизни? До трех лет наш ум впитывает огромное количество информации. Так что мы забываем этот период. Никто не помнит ничего из своего глубокого детства. Как будто жизни до трех лет вообще не было. Но она была. Несмотря на то, что воспоминаний не сохранено. Одна из причин того, что опыт из прошлых жизней недоступен. В невероятном количестве информации, впитываемой умом ребенка. Эта информация столь огромна, что блокирует даже детские воспоминания, не говоря о прошлых инкарнациях. Но у того факта, что мы не помним прошлые жизни, не помним ничего из прошлого, есть иное. Метафизическое объяснение. Вы должны понять мое объяснение, и тогда сможете приступать к упражнениям, которые дают возможность вспомнить прошлый опыт. В йоге такие упражнения есть. Но прошлый опыт воспоминается не одной техникой. Вы должны поменять приоритеты, изменить даршану. Пхала-тришна – комплекс импульсов, приковывающий нас к сансаре. Жажда жить, властвовать, размножаться, поглощать, есть и развлекаться – все это мешает, блокирует память прошлых инкарнаций. Память не следует за душой, чтобы дать ей возможность заново пережить аттракцион, называемый жизнью. Подсознательно никто не желает воспоминаний прошлых инкарнаций, иначе жизнь потеряла бы спектр, как много раз введенный фильм. Детство – это познавание мира. Как можно насладиться детством, помню прошлой жизни? Поэтому мы и не помним прошлой жизни. Чтобы вновь насладиться детством, первым поцелуем, первой победой. Чтобы вновь испытать ужас от агонии, смерти. Чтобы ощутить жизнь полностью, с самого начала. Если бы мы вспомнили весь прошлый опыт, то бухоги, или опыта, от нынешней жизни не было бы. Страх смерти, или очарование от первой влюбленности. Они бы померкли. Вот поэтому сансара может существовать лишь в таком виде. А йогины вспоминают прошлые инкарнации лишь после нирведы. Лишь достигнув высших ступеней мудрости, адепт санхи, йоги или просто просветленный, будь то буддист, джайн, даоист или последователь дзена, может открывать память прошлых жизней. До этого, если в нем еще сохранились санскары, привязывающие к сансарному существованию, он не способен вспомнить прошлые жизни. Не способен, ибо не хочет вспомнить. Он хочет вновь играть в этот аттракцион. «Убийца-шофер», — говорит некто в кинотеатре, и весь зал покидает кино. Детектив теряет смысл. Люди должны были до последней минуты загадать вместе с главным героем, кто же убийца. «5-3, мы выиграли», — восклицает злой сосед и мужчина, спешивший домой, чтобы получить удовольствие от просмотра футбольного матча, отчаянно прислоняется к стене. Все. Вечер испорчен. Он больше не может получить всей полноты удовольствия, зная итог игры, он не может покайфовать, включившись, переживая, бронясь и восторгаясь. Ни зрители в кино, ни футбольный болельщик не желают знать финал, ибо хотят получить удовольствие. Точно тот же механизм и у прошлых жизней и памяти об этом. Пока вы не стали адептом йоги, пока не искоренилась бхала-тришна, и вы опять жаждете получить от жизни удовольствие, бхога-опыт, удовольствие, вы не сможете вспомнить прошлые жизни. Знания блокируются глубинными пластами вашей психики. Суть детектива — не знать злодея до последнего момента. Как можно представить душу, помнящую тысячи жизней и наслаждающуюся чем-либо? Она все видела, все перепробовала. Ничего ей не потрясет, ничего не восхитит. Тайны больше нету. Детство, юность — самые важные отрезки. То, что и запутывает душу в сетях сансара. Их уже нет. Ребенок — это состояние, когда душа воспринимает мир, словно сказку, неизведанный розовый мир. Память бесчисленных прошлых инкарнаций исключает ментальность ребенка. Эти две психические реалии несовместимы. Если душа будет помнить прошлые жизни, то она никогда не сможет испытать детство. Она сможет воплотиться в тело ребенка. Но ребенком не станет. Это будет некий урод, помнящий бесчисленные прошлые жизни, уставший от бесчисленных страстей, смертей, побед и поражений, и при этом в теле ребенка. Бесчисленные жизни — рождение, детство, юность, старость, смерть, бесчисленные влюбленности, разочарование. Дети — друзья из прошлых жизней. Вы были императором и не раз. Были подонком, святым, мужчиной, женщиной. Болели всеми видами болезней. Получали наслаждение всеми способами. Вы готовы вспомнить все это? Ведь вспомнив, больше ни от чего не сможете получить удовольствие. Нынешняя жизнь померкнет. Ничего больше вас не удивит и не заворожит. Игра, называемая жизнью, станет скучной. Как фильм, уже виденный сотни раз. В йога-сутрах учитель объявляет воспоминания прошлых жизней следствием отказа от собственности, когда комментирует Нияму. Когда ученик отказывается от принятия, сохранения, покупки даров, иными словами, от жажды богатства, у него появляются все ответы о его нынешнем существовании. Это перефраз, а не прямое цитирование. Смысл? Нирведа ведет к воспоминаниям прошлых жизней. Поверьте, как только вы продвинетесь в медитациях, и главное, после того, как вами овладеет Вайерагья, бесстрастие и нирведа, отвращение к сансарному бытию, прошлый опыт станет доступен для воспоминаний. Легко. Как будто вы просили друга рассказать, как закончился вчерашний матч. Друг? Понимайте под этим прокрити, или высшую волю. А ты не хочешь сам посмотреть? Переспросит он. Нет, ответите вы. И он скажет, убедившись, что вы отказываетесь от удовольствия просмотра матча. Или вы спрашиваете о финале детектива. Кто был убийцей? Ты правда хочешь знать? Спросит приятель. Узнав, что убийцей оказался шофер, вы теряете шанс получить удовольствие от просмотра фильма. Это и есть нирведа. Отказ от просмотра сериала, называемого вашей жизнью. Ты правда хочешь вспомнить? Спросит подсознание. И даст доступ к тончайшим пластам Антахкораны, где записаны эти данные. Вспомнив прошлые инкарнации, вы будете знать все. Старость, смерть, радость, победы. Все померкнет, потеряет остроту. Ничто больше вас не удивит, не испугает, не обрадует. Ибо все это уже случалось. В разных вариациях, в разных ситуациях. Я не знаю, насколько мои примеры показывают суть. Но самому они кажутся очень удачными. Именно из-за пхала-тришны, желания насладиться жизнью, начинающие ученики не могут вспоминать прошлые инкарнации. Их подсознание противится сознательному желанию вспомнить прошлые жизни. Ученики не понимают результата своего желания. Им кажется, что они вспомнят. Два-три эпизода, но там заговорят на другом языке. Или припомнят, где спрятали клад в прошлых инкарнациях. Но подсознание знает, что вспомнить прошлый опыт нельзя. Иначе будет невозможно приобрести бхоку, опыт. Жизнь померкнет, потеряет остроту. Вспомните, как у стругацких в пикнике на обочине, где таинственный шар исполняет сокровенные желания. Дикообразу, дикообразово. Он сознательно, умом, желал одного, а получил другое. То, чего желал на самом деле. Сердцем. Как только вы станете мудрее, как только вы действительно захотите узнать прошлые инкарнации, вы их вспомните. Протиломам против шерсти. Так называют буддисты эту медитацию. Адепт вспоминает идею, которая была в психике секунду назад. Дальше идею, мыслеформу, которая была до этого. Суть упражнения в том, чтобы повернуть сознание вспять. Протиломам против шерсти. Назад. И это получается, если подсознание не противится. Если ученик утвердился в айраге, освободился от раги, страсти. Если им овладела нерведа, отвращение от сансарного бытия. И если он искусен в медитации. Вспомнить прошлый опыт. Это не вспомнить имена, образы или названия. Это вспоминание всего. Полностью. Ученик становится способным заглянуть в хранилище поступков. Или в глубинный пласт читы. Психики. Называемый кармическое ложе для Пуруша. Это тончайшая формация субстанции. Некое ложе. Полное инграм. Записи прошлого опыта. Душа начинает воспринимать этот пласт, до этого погруженный в глубины бессознательного. Казуальное или причинное тело. Карана шарира. Тоньше, чем сукшма шарира. Праническое. Тонкое тело. Тонкость карана шарира иная, чем тонкость сукшма шариры. Карана шарира. Точно сукшма шарира примерно в той же степени, в какой сама сукшма шарира, тоньше с тхулы шариры. Физического тела. Медитативно познав собственную читу на такой глубине, ученик возвращается с опытом прошлых инкарнаций. Вспоминается прошлый опыт из прошлого, бесчисленные инкарнации, а не отрезки и частности. Из этой медитации ученик выходит мудрецом, ибо он владеет полным знанием. Полным. Будда утверждал, что вспомнил все свои бесчисленные жизни. Многие архаты, буддийские адепты утверждают тоже. Как наивны те, кто думает, что сможет воспользоваться этим опытом в жизненных целях. Патанжали, где-то обсуждая ситхи, магические совершенства, замечает, что жизненные цели нужно достигать жизненными или обычными средствами, и что йогические средства не приспособлены для достижения жизненных, прагматических целей. Мне кажется, что я объяснил механизм того, почему так происходит. Адепт, вспомнивший свои прошлые инкарнации, несомненно, смог бы достичь невероятных успехов в любой отрасли деятельности, ибо стал бы обладателем огромного знания, навыков и опыта. Но такое возможно лишь для того, кто утвердился в нерведе, отвратил взор от сансары, желает лишь мокши, освобождения. Да и что может желать такой адепт, переживший все, что возможно за прошлые бесчисленные инкарнации? Он, как никто другой, знает, как мимолет на жизнь. И как накапливать стоит не физические средства, а лишь благую карму, чтобы освободиться от этого бесконечного круговорота. Я приведу отрывок из Абхидхарма Коши. Глава 7, стих 123. Аскет, вожелавший вспомнить свои прежние жизни, начинает с постижения характера той мысли, которая только что у него промелькнула. Затем он переходит к предыдущей, обдумывая при этом последовательность состояния своего нынешнего бытия, вплоть до мысли о своем зачатии. Когда он вспоминает момент мысли в своем переходном состоянии, Антарабхава обретается Абхиджня. Абхиджня – это память о прошлых жизнях. Процедура таким образом представляет собой отталкивание от некоторого момента, ближайшего к настоящему, и дальнейшее обратное путешествие во времени. Санскрит – протиломан, против шерсти, имеющее целью возвращения к началу времен, к тому парадоксальному моменту, за которым время не существовало, поскольку ничего еще не было проявлено. Знание и цель этой йогической техники, состоящей в ретроспективном раскручивании спирали времени, намного важнее, чем простое удовлетворение любопытства. С ее помощью обретается истинное сверхзнание, так как практикующему удается не только вернуть знания обо всех своих прошлых жизнях, но и достичь самого начала мира, двигаясь против течения, неизбежно приходишь к истоку, который в конечном счете совпадает с космогоническим первопроявлением. Адепт как бы выходит за рамки времени. Мудрец приходит к началу времени и находит там безвременье, вечное настоящее, предшествующее временному опыту. Он познает необусловленное состояние, предшествующее погружение Пуруши в самсару. Но ученик должен уметь медитировать на уровне саньяма, чтобы начав с некого момента временного течения, исчерпать это течение, двигаясь вдоль него в обратном направлении и в конце концов достичь безвремени, вечности. Есть более легкий путь, известный как регрессивный гипноз. Метод внушения похож на описанную только что медитацию, но перцепент должен быть сенситивным, и фаза гимнотического транса должна быть сомнамбулизмом наивысшей глубины. Только тогда этот опыт дает результат. Я делал эти опыты, когда мне было 14, и я еще не ощущал ответственности за порабощение чужой воли, и только это оправдывает меня. Теперь я отношусь к чужой свободе ответственно. Так вот. Все, что мы говорили о прошлых инкарнациях, подтверждается регрессивным гипнозом. Испытуемые путем внушения переводятся на десятилетия назад. Они входят в образ, говорят по-детски, вспоминают стихи, которые знали в детстве. Делается это так. Им внушается, что с каждым счетом они становятся на год младше. Гипнотизер начинает счет. Сомнамбул вспоминает себя во все более маленьком возрасте. Доходит до того, что он вспоминает себя в утробе матери. Но счет продолжается. Так что испытуемые как бы больше некуда регрессировать. И тут некоторые из них начинают говорить на иных языках, вспоминать прошлую жизнь. Эти опыты опубликованы. Так что при желании вы сможете прочесть о них. Кроме того, мне самому приходилось проводить такие опыты, и не раз их проводили двое моих учеников. С чем мы имеем дело? Самовнушением или фактом? Решать каждому из вас. Для меня прошлые инкарнации такая же привычная вещь, как Сатурн или Юпитер в нашей Солнечной системе. Сам я не видел ни той, ни другой планеты. Но знаю об их существовании. Так же и с прошлыми инкарнациями. Я уверен в их существовании, но не пытаюсь вспомнить свои собственные. Я не спешу. Вспоминание прошлых инкарнаций сделает серой и унылой нынешнее существование. А у меня еще остались дела в этом мире. Миссия звучит как-то громко. Мне нравится просыпаться постепенно. Да, я считаю, что смысл бытия именно в этом. Просыпаться. Не мгновенно, а осознанно. Постепенно. Смокуя весь процесс. Это мой сознательный выбор.